Еще несколько лет назад сфера потребительского рынка нуждалась в серьезных изменениях. И они прошли. За короткое время удалось очистить от безликих ларьков площадью железнодорожного вокзала и улицу Новогинская, а также ликвидировать на курорте несанкционированную торговлю. Построены новые гипермаркеты и появилось большое количество современных торговых площадей. За последние пять лет оборот розничной торговли на курорте увеличился почти в два раза. Сейчас в Сочи работают около 600 крупных магазинов, представлены практически все федеральные сети. Кроме того, при подготовке к играм отрасль потребительского рынка провела большую работу по модернизации материально-технической базы, обучению персонала и внедрению современных технологий. Почти 4000 предприятий сферы торговли и услуг уже используют безналичный расчет, а пять лет назад такая услуга была доступна для потребителей только на 700 торговых точках. Кроме того, удалось разрушить барьеры для людей с инвалидностью. Все предприятия привели свои объекты к требованиям федерального закона по доступности. «Высокую оценку дало правительство президент безбарьерности нашего города. В этом тоже большую часть сыграл потребительский рынок, торговля, общественное питание. Хотелось бы продолжать на этой же основе. Ну и, конечно же, конкурентоспособность – это инновационная деятельность предприятия, куда включает и техническое обслуживание, и техническое обеспечение, и кадры, и ценообразование. У нас есть на чем работать, а самое главное, мы все это уже опробовали, у нас есть с чем сравнивать. Самое главное – не останавливаться, а двигаться вперед». Благодаря подготовке к играм отрасль потребительского рынка уверенно входит в тройку лидеров по формированию городского бюджета, отметил мэр курорта. Анатолий Пахомов также подчеркнул, что успешное проведение Белой Олимпиады – заслуга каждого предпринимателя. Именно они размещали гостей, предоставляли еду и качественные товары, производить доставку которых, кстати, представителям торговых компаний впервые пришлось в ночное время суток. Но это нововведение принесло свои результаты. «Грузовой транспорт, который везет продукты питания в город, производил этот ввоз по аккредитации и по определенному времени. Мы это продолжим. Мы попросим наших оптовиков, чтобы они просто-напросто со своими предприятиями, которые привозят к ним товар, отработали так, чтобы подвоз товара к Магри, то есть границы города Сочи, был к вечеру. А проезд по дорогам Сочи был вообще-то в ночное время». Удобство выгрузки и погрузки крупногабаритного товара, а также продуктов питания по ночам оценили многие руководители торговых компаний. «Ночная доставка сыграла роль по разгрузке транспортной системы города. То есть все, допустим, автолюбители оценили то, что, как это говорят у нас в Европе, практика уже общепринята. Мы внедрили с помощью администрации при помощи эту ночную доставку. Вроде бы как пока получается». И все получаться у работников сферы потребительского рынка должно и дальше. Впереди еще ряд международных мероприятий. А пока из рук главы курорта за безупречную работу на играх, знаки отличия и благодарственные письма получили лучшие представители отрасли торговли.